Здравствуйте! В эфире события. В студии Олег Зверев. Мы работаем в прямом эфире. И вот главная тема выпуска. Капитальная нестыковка. Как заменить трубы, если соседи против или буря в отдельно взятом стояке многоквартирного дома? В их рядах прибывает. Городские волонтеры подают заявки для участия в мероприятиях в Мундиале. Кадровик решает все. Первый в регионе конкурс среди специалистов по работе с персоналом. Когда в соседях согласия нет. Программа капремонта в одной пятиэтажке на улице Молодогвардейской наткнулась на конфликт между жильцами. Им должны заменить отопительную систему, но хозяева одной из квартир не пускают рабочих установить новые трубы. А из-за этого страдают и другие жители. Бурю в стакане воды пыталась усмирить Марина Матвейшина. В комнате ванной без трубы с надеждой на тепло и с верою в закон. Капитальный ремонт системы отопления в пятиэтажке на Молодогвардейской закончился для всех, кроме жителей пяти квартир, соединенных одним стояком. Больше всего не повезло жильцу с первого этажа Борису Кобзеву. Рабочие, как и полагалось, срезали старые трубы и заменили на новые во всех квартирах, кроме двух. Жильцы со второго этажа просто не пускают рабочих к себе. Говорят, труба заделана плиткой и разрушать эту красоту они не дадут. В результате все сидят без отопления ванных комнат, а Борис еще и с отрезанной трубой. Монтировать новую к старой просто не имеет смысла. Вот внизу труба, вот она спиленная, это старая труба, которая подсоединяется к нижней части полотенцесушителя. А эта труба уходит на второй этаж. Вот она самая старая, ей 54 года. Оставлять ее в потолке никак нельзя. Когда меняли трубы в зале, в спальне, рабочие говорили, что трубы держатся на честном слове. Они просто ломались. Просто сыпятся, да, потому что внутри там уже сплошная ржавая труха. Случай для города не уникальный. Инженерные коммуникации – это не собственность жильца, а общедомовое имущество. Предоставить доступ рабочих к ним – обязанность собственника квартиры. Но некоторые это правило игнорируют. С такими случаями разбираться должен фонд капитального ремонта, уверен депутат Гордумы Ирина Кочуева. Если они не решат эту проблему в досудебном порядке, то есть никаким образом не отреагируют, то тогда, конечно же, жителям придется обращаться в судебном порядке за возмещением как морального, так и материального вреда и фактически требовать получения нормальной услуги в полном объеме. Пока Борис пытается договориться с соседями и самостоятельно, и через специалистов фонда капремонта. Но безуспешно. Мужчина настроен решительно, вплоть до обращения в суд. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. А эти добровольцы мечтают оказаться в самом центре мирового спортивного праздника. В Самаре городские волонтеры подают заявки на участие в работе Чемпионата мира по футболу. До финиша дойдут не все. Планируется отобрать 1300 самых способных и креативных, которые не только смогут помочь в организации чемпионата, но и создать атмосферу гостеприимства для гостей и болельщиков. Окунуться в гущу спортивных событий, стать частью Чемпионата мира и ощутить свою причастность к большому футболу. О таком студентка педагогического вуза Алина Валиева даже не мечтала. Но в 2018-м Самара станет футбольным центром, и упускать такой шанс девушка не собирается. Регистрируется на сайте волонтер 63 РФ и оставляет заявку на участие в программе. Я, в принципе, с детства футбольный болельщик, и я считаю, что каждый человек, который связан с футболом, эмоционально в первую очередь должен ощутить эти эмоции. Я буду болеть за красивый футбол, вот так скажем. После регистрации каждый кандидат в волонтеры обязательно проходит рекрутинг, личное собеседование. Оно и покажет, быть ли человеку волонтером. Собеседование проводят рекрутеры, люди, которые уже имели опыт волонтерства и знают эту работу изнутри. Я была волонтером на Евро-2016 в городе Сент-Этьен. Я была медиа-волонтером. Это был первый раз, когда я выехала куда-то за границу, и сразу на такой долгий срок, как целый месяц. Но была трудность сначала в понимании французов, в их языках они очень быстро говорят. Но со временем я адаптировалась и очень общалась с ними. Хорошо и интересно. У студентов педагогического университета уникальный шанс зарегистрироваться и пройти собеседование сразу в один день. Рекрутеры приехали в ВУЗ. Именно отсюда в Центр подготовки городских волонтеров поступило больше всего заявок, более двухсот. А ректор ВУЗа получает кубок за активность студентов. Ребята, это только аванс. Это авансирование. Надо стараться и дальше. Стать волонтером может каждый, кому в мае 2018 года будет больше 16 лет. Знание языков хорошо, но не обязательно, говорят в Центре подготовки городских волонтеров. Главная задача волонтеров – это проявлять радушие к тем гостям, которые приедут в город-организатор в момент проведения чемпионата. Соответственно, если ребята любят свой город, хотят его представлять самой лучшей страны, мы их ждем. Заявки принимаются до конца февраля следующего года. До этого же срока проводят и собеседование. Все желающие могут оставить заявку на сайте волонтер 63 РФ. Потом начнется обучение и подготовка волонтеров. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. А на этом конкурсе кадровики решают все. В Самаре наградили лучших специалистов по работе с персоналом. Это был первый подобный конкурс в регионе. Заявки на участие подавали более 90 работников. Две трети из них вышли в финал. Испытания проходили в три этапа. Заочно проверяли теорию, а на практике выполняли задания и представляли собственные проекты. Организаторы намерены сделать конкурс традиционным и открытым для других регионов. Это поможет улучшить профессиональные качества специалистов кадровых служб. Это самое главное. То есть конкурс им дал возможность разобраться в сложных вопросах трудовых отношений, социальной защиты работников. Таких конкурсов не так много именно для HR-специалистов. Поэтому это очень приятно поучаствовать в таком замечательном конкурсе, который помогает не просто развить какие-то свои навыки, попробовать свои силы, наверное, но и пообщаться, наверное, с коллегами. Далее коротко о других темах дня. Украл электропилу. В Самаре задержан мужчина без определенного места жительства. Его подозревают в хищении электроинструмента. В отдел полиции с заявлением о хищении обратился 29-летний житель поселка Волжский. По горящим следам задержан 58-летний мужчина. Он только месяц назад освободился из мест лишения свободы. Его уже 12 раз привлекали к уголовной ответственности. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Пилу вернули законному владельцу. 3 декабря Самарская историческая мечеть на улице Алексея Толстого отметит свое 125-летие. Желающие смогут принять участие в обзорной экскурсии, узнать о быте татар Самары рубежа 19-го начала 20-го веков, а также побывать в здании самой мечети. В честь праздничного события в Самаре пройдет научная конференция, на которую съедутся ученые из Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Казахстана. В областной столице изменится график работы пригородных речных маршрутов. По новому расписанию будет работать с переправой до Рождествена. Новое расписание начнет действовать с 24 ноября. Два рейса будут работать с заходом на проран в 8 часов 15 минут и 16 часов. Статус отцов должен быть укреплен. Для этого по всей России стартует конкурс. Отцы губернии могут побороться за звание Папа Года. Прием заявок уже начался. Организатор конкурса Общественная организация Союз отцов. В этом году премию будут вручать в третий раз. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Москве 18 декабря. Самарцы смогут увидеть 39 полотен художника Карла Брилова. 24 ноября откроется выставка знаменитого Карла. Публику ждет знакомство с ключевыми образцами живописи и графики из наследия классика. Экспонаты отражают главные периоды творчества автора во всем богатстве жанров, включая жанровые сцены, исторические полотна, портреты и монументальные росписи. Работы будут представлены из собрания Государственного русского музея. Один из самых ярких экспонатов выставки – картина «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя». Музыку города военных лет и культурную жизнь запасной столицы вспоминали на творческой встрече в музыкальной школе номер один. Даже в самое трудное время жители Куйбышева не переставали ходить в театры и на концерты. Как это помогало не падать духом, ветераны рассказали Марине Матвейшиной. «Тройка, семерка, кух» – спел однажды солист Большого театра. Опера шла в Куйбышеве, куда во время войны эвакуировали всю труппу. Артистам тогда полагалось не только стандартный паек из 250 граммов хлеба, но и горький шоколад, который давали только летчикам. И особенно все ждали «Кух» – воздушный белый хлеб с посыпкой. Невероятно вкусный, так что само название его было волшебным, и оттого понятна сценическая оговорка. «Культурная жизнь военного Куйбышева» – тема творческой встречи, посвященной присвоению Самаре звания «Город трудовой и боевой славы». Кандидат искусствоведения Марьяна Мжельская пересказывает воспоминания своего знакомого, который мальчишкой бывал на спектаклях. «Все военные были в парадных кителях, начищены, пресс-прическами, дамы были в декольте, в мехах, с украшениями. Было полное ощущение, что мы попали в довоенный роскошный театр. И в буфет, продавали шампанское, коньяк». Воспоминаниями делятся ученые-историки, преподаватели, известные самарцы и артисты. Творческая встреча проходит в музыкальной школе номер один не случайно. «Кроме нашей школы все остальные музыкальные заведения были закрыты, а первая музыкальная школа оставалась работать. И поэтому в нашей школе работала сестра Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Мария Дмитриевна. И поэтому школа же не случайно называется имени Шостаковича. Потому что нам посчастливилось тому поколению преподавателей, которые работали в военные годы, посчастливилось прикоснуться с такой великой личностью». Именно в Куйбышеве состоялась премьера знаменитой Седьмой симфонии композитора. Здесь Дмитрий Шостакович написал заключительную часть произведения. «Моя Седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. В нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение». О жизни военные годы вспоминают и ветераны. Геннадий Александрович Малахов говорил, был тогда шестилетним мальчишкой. Но хорошо помнит то время. И музыка признается, и вправду строить и жить помогало. «Во время войны были концерты, но я был маленький, как говорится, не был. А вот после войны я очень хорошо помню Утесов к нам приезжал, Лемешев я был уже на этих концертах». Творческая встреча, посвященная присвоению Самаре почетного звания «Город трудовой и боевой славы», прошла при поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики. Для самарцев это еще одна возможность узнать о своем городе больше и гордиться им. Даже в военные годы в Куйбышеве была насыщенная культурная жизнь. Только Большой театр поставил несколько оперных и балетных премьер. Марина Матвеевшина, Василий Калдашов, События. Престольный праздник в храме при больнице имени Пирогова. Православная церковь сегодня чтит образ Божьей Матери Скоропослушница. Древний первообраз чудотворной иконы хранится в монастыре на Святой горе Афон, а миллионы списков и копий разошлись по всему миру. На праздничной службе побывала Олеся Корецкая. Икона Божьей Матери Скоропослушницы – один из самых древних образов Богородицы. Ее история насчитывает почти тысячу лет. Икона была написана в X веке, а свое название, известное в православном мире, она получила через семь столетий после истории о чудесном исцелении от слепоты одного из монахов. По преданию, монах был ослеплен в наказание за то, что закоптил святой образ, часто ходил мимо с зажженной лучиной. Монах наказание принял как должное. Исцеление наступило быстро, сразу после искренней молитвы раскаявшегося. Отсюда и название Скоропослушница. Все приходящие к этой иконе получают скорую милость. Очень быстро получаем помощь от этого образа Пресвятой Богородицы. Богородица – наша заступница. Она молится за всех людей, за весь мир, за всю Россию. Хотелось в этот день именно прийти в этот храм Божией Матери Скоропослушницы с какими-то своими чаяниями, с какими-то надеждами, чтобы получить от нее помощь. Списки с иконы появились в России в позапрошлом веке и всегда были в большом почтении у верующих. Этот образ относится к типу Адигитрии – один из самых распространенных типов изображения. Младенец сидит на левой руке Богоматери, благословляет правой рукой, а в левой держит свиток. Именно на этой иконе правая пяточка младенца обращена к верующим. История иконы Божьей Матери Скоропослушницы напоминает православным, что к ее образу надо относиться с почитанием. Православные верят, что благодать от Скоропослушницы способна исцелять слепых и хромых, избавлять от падучей болезни, эпилепсии. Молитвой спасались от плена и кораблекрушения. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Картину дня дополнит наши следующие выпуски. И вот о чем расскажут корреспонденты Событий. Русский с корейцем «Братья навек» в Самару прибыла делегация из Тхон-Йона. Патриотический десант в самарских школах победитель форума «Иволга» проводит занятия по авторской программе. Чрезвычайная ситуация согласно сценарию спасатели отработали навыки на стадионе. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже больше 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Подписывайтесь на Самаргиз и смотрите все самое интересное. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова